всем привет друзья автомобиль дастер рено 2.0 автомат бензин значит какая проблема у меня ничего не плавает ни обороты ничего но здесь вот здесь у меня как вы видите начала потеть ну чем это может обернуться понятно сейчас потеет потом со временем станет заливать не хочется захотелось поменять что будем менять вот здесь вот под вот этими соплами ресивера стоят прокладки но у них там свои какие-то номера на рено дастер но мне вот подсказали ребята что от маргуса подходит и вот эти вот ростека какие-то они там силиконовые супер какого-то там качество и все ходит 20 184 это 4 прокладки сюда еще вам понадобится одна прокладка вот такой у нее артикул 20 183 она стоит вот здесь вот под ресивером с нижней стороны какой-то там обратные газы значит но так как мы будем снимать все это дело с дросселем я решил еще и поменять прокладки дросселя вот их две то же самое тоже ростека силикон вот их номер 20 182 и так 20 182 20 183 и 20 184 все довольно просто значит то теперь вот в интернете много этого разговора про то как чего там где менять но мало рассказывают про то как технологически это делать значит в первую очередь мы снимаем вот этот раздушный кожух не потеряйте вот эту штуку и лучше сразу же снять вот эту резиночку она у меня столько растерялась что просто опыт подсказывает для того чтобы снять мы просто тянем вот это вверх и таким образом отсоединяем я тут стоит гбо поэтому немножко неудобно так теперь рукой залазим вот сюда и там такая защелка вот она ее нажимаем и просто в сторону отводим ну как-то вот так все это должно у вас в итоге выглядит значит у нас осталось вот многие предлагают вот этот воздушный фильтр еще снять я его тут чуть неправильно поставил но напишите в комментариях что вы об этом думаете значит дальше вот этот болт он крепит вот этот воздушный даже не знает назвать ресивер что ли и такой же находится вот здесь вот он их откручиваем вот этот тоже нужно будет снять смотрим на колечко здесь сразу же возможно под замену ну вроде ничего пока в сторону его отводим вот так клемма снимаем то есть поняли да отверточкой поддеваем защелку назад и отверточкой подделим тоже ее в сторону ну и так как стоит здесь гбо вот этот вот фланг тоже надо будет снять ну до этого еще дойдем так дальше второй болт второй болт находится вот здесь и он у нас такой же как и первый какой-то такой какой-то резиночкой ну хорошо все дальше отверточкой все надо будет снять вот этот вот шланг это шланг воздушный нажимается с помощью вторгца на т25 т25 да что то вот здесь у меня вот такая штука ребят у вас приключится то есть болт вот этот открутился вот он лежит а вот этот болт вот так стоит и не откручивается он ну вот попал под эту ну сейчас буду играться пробовать пытаться короче друзья в моем случае значит я открутил болт но снизу выпала вот такая вот запчасть ну соответственно она же есть и на этой стороне а болт стоял под вот этой вот ну шайбой такой что ли прорезиненной ну больше есть беда так дальше я там ничего не могу сделать как то вот так все это кто то установил рукой оттуда тоже залезть не могу чтоб выдавить болт буду снимать тогда сначала этот ресивер для этого откручиваем болты вот эти раз два три четыре пять снимаем все с вот эти вот клеммки все с ресивера все датчики значит и вот здесь еще один болт и вот здесь вот еще один болт и того у вас должно сняться пять семь болтов как то так поехали болты здесь на восемь еще один вот здесь болт это болт у вас должно быть восемь болтов друзья а дальше просто отверткой можно откручивать все катушки прям можно снять с болтами кроме левой левая катушка она немного уникальная сейчас покажу почему здесь стоит еще клапан ага регулятора его и он стоит сверху катушки его крепление значит его вот так чуть в сторону поворачиваем сначала вынимаем болт а потом вынимаем катушку пробуем оп есть ну это кстати к слову к делу о том что ресивер если вам нужно поменять будет только вот эти прокладки вот оно видно что здесь вот стекло то вы можете отдельно кстати вот смотрите на прокладки они очень сильно продавлены вы можете отдельно снять ресивер таким вот способом так это все в мойку явно что колечки на дроссельной заслонке уже свое отработали держались очень плохо это все помыть надо будет значит здесь у нас есть болты которые подтекают под эти болты нужно просто добавить герметика выкручивать его по одному и немного добавить герметика значит наша задача выдавить вовнутрь вот эту у горя прокладку ну я ее естественно разрываю ну потому что потом будет что-то подбирать сюда вот так вот так у меня получилось ну жесть я не знаю как так но теперь достаем сам болт нормальный болт снимает в порядок так ресивер надо будет достать потому что в нем масло сама дроссельная заслонка в чистейшем состоянии кстати я сниму дело не вижу смысла ее снимать но есть один момент не сняв нее мы не сможем достать ресивер а нам его надо достать и помыть значит заслонка держится сзади на двух болтах два всего лишь но они находятся сзади этого пальца добрался так ну вот такие вот болты длинничают вот там вот пишут два болта и все вот эти два болта они-то очень как раз таки и товарные хорошо когда машина более или менее свежая что оно все еще крутится все еще вертится попробую сейчас знаете что снять наверное перчатку но главное не уронить ну вот смотрите мне сюда кто-то еще поставил вот такую вот гайку для чего-то вот она дроссельная заслоночка ну сказать что она ошибка грязная да нет она не грязная единственное еще надо будет раскрутить вот это место обязательно и продуть его я пока испытываю Аня вот поворачиваете его направо и снимаете ну отсюда не видно к сожалению вот посмотрим поселил в тряпку а вот смотрите масло потекло сливается на тряпочку пока я займусь здесь очистка и герметизация болтов это снимать не буду здесь все как бы понятно ну и герметик пользуйтесь качественно я рекомендую виктор рейнс заказывал на алиэкспресс ну любителям там порассказывать сказки по поводу поддела китайских рассказывайте мне все равно я им пользуюсь уже очень давно черный виктор рейнс алиэкспресс ссылка будет в описании друзья вот хочу очень показать когда вы будете чистить дроссель обязательно вскрывайте и смотрите чтоб внутри было пыли но и в любом случае продувайте это очень важно и смотрите чтоб туда не попала пыль от вашей продувки после того как поставили болты на герметик ну только нужные болты которые просачивались значит масло отсюда я вылил ремонт вот этой вот прокладки но ее конечно лучше бы купить но так как нету я вот нашел такую штуку на сам болт на сам болт я добавляю с вот этой стороны еще вот такую штуку ну думаю будет держаться эту нижнюю я нашел под машиной вставил обратно вот так вытаскиваем здесь надо будет промыть там водюха смеется да что ж такое у нас закончилась жидкость но есть чуть-чуть айспирита берем айспирит и мажем скрываем скрываем наши прокладки ставим перед тем как поставить до конца и вот это место увлажняет тормозной жидкостью вот чуть-чуть тормозной жидкости просто на палец и вот так вот протереть это для того чтобы нормально залезло и ставим и ставим ресивер его тоже сначала нужно ставить прокладки вот они четыре четыре вот сюда камера нужно быть видно они прям заподлицо выходят старые прокладки ну понятно все нужно ставить зашла теперь закручиваем эти болты вспомним отсюда был маленький можно надеть уже перчатку возвращаемся к нашей дроссельной теперь ее надо затянуть а теперь подзатягиваем ну еще раз тут фанатин вообще ни к чему то есть вы ну просто будете давить непонятно на что вы просто ее подзатянули и все и поехали ставить то же самое берем раствор мыльность и смачиваем и ее и сам ресивер вот вот вроде бы как-то так 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 теперь так теперь это фильтр он встает вот этими вот в нужные пазы и этим дальний и этим средний вакуумный не забывайте проверить колечко но но судя по тому как оно у меня вставляется а мне эта колечка уже не нравится ставим провода назад ставим назад вакуумную трубку теперь тут самое интересное значит вот эта конструкция она оставляется одновременно вот 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 так вот все зацепилось не забываем ставить вот эту вот резиночку там она зацепляется за такой и вот таким вот образом она цепляется вместе с вот этой штукой теперь нич еще раз три картошки у нас вставляется простым обычным а вот еще раз три картошки так теперь подключаем провода проверяем колечко нужно чуть-чуть развернуть и вставляем и последняя клемма стоит везде все стоит как надо и пробуем запускать двигатель ну что после длительных манипуляций пробуем заводиться завелась все нормально проблем никаких нет обороты ровные включите фары а ну-ка кондиционер включу кондиционер пошел раз чуть-чуть провалились ну педаль также реагирует не сразу проверяем педаль с на на бензин смотрим но что-то его покрутила чуть-чуть ну давление газа еще маленькая ну-ка обратно на газ ровно все опять на бензин ну вот этот переход что-то не нравится двигателя опять газ опять бензин но это тут на стройке газ бензин тут не в этом все дело так народ ну в общем то с ремонтом все всем спасибо всем удачи в ремонтах всем пока следите за своими автомобилями а а и Продолжение следует...